Так, мы вышли на улицу, Илья сейчас был на площадке с Яной, и представлять себе, он меня не узнал. Одежда преображает человека. Я привык, что у тебя чёрная шапка всегда. И куртку я, ну, не привык мне тащить куртки никак. Девушка какая-то. А потом смотрю, блин, это же моя девушка. Я думаю, что он стоит, так я не пойму, на месте не идёт. Мы сейчас собрались прогуляться немножко, вот, и у нас холодно так прям. Градусов 4 я надела новую шапку, которую покупала. Она такая прям уже утеплённая, вязаная. И куртку застегнула. Мне нравится, что здесь такой свободный у неё ворот. Пачкаться не будет, обмоют аналку. Вот, и вот такой вот ещё у меня сейчас длинный ворот на кофте. Так, что у меня тут такой? Вот, мы сейчас идём за Анютой в школу. Зайдём по пути в магазин. А кое-какие там продукты купим совсем прям по чуть-чуть. И заодно прогуляемся. Вот, долго гулять не будем, потому что холодно. И много ещё дел дома. Ну, а так, конечно, каждый день надо гулять. Мы вчера практически не выходили из дома. Вчера был очень сильный ветер. И холодно. У нас так резко похолодало, что сейчас мы стараемся, если выходить, то хотя бы только на час. У нас сегодня такое красивое небо. Сейчас так лучи выглядывали. Солнце под этих тучек. Мы зашли сейчас в пятёрочку за продуктами. Хочу вам показать, какие цены у нас. Сейчас хотим взять яблоки. Значит, вот это вот сезонные 57. А фасованные 40. Ну, тоже 47 стоит. Бананы так и не дешевеет. Посмотрите, 89 рублей за килограмм. Почти 90 рублей. Мандарины 129. А вот за 89 неплохие. Надо, наверное, сейчас набрать. Тут не пойму, чему они отличаются. Зелёные какие-то, что ли. Грейпфрут по акции. Такие яблоки. Грэнни 89. Груша. Какие цены на яйца. Кошмар. Посмотрите, что продаётся сейчас в пятёрочке. Микрозелень. Стоит 20 рублей. Выращивать её нужно. Хочу попробовать купить и посадить. Она тут есть разная. Ещё есть редис, брокколи, базилик. Интересно. Мы уже пришли домой. Значит, пятёрочки взяли яблоки, которые я вам показывала. Сезонные. Сейчас они стоят очень дёшево. 57 рублей. Взяли практически 3 килограмма. Яночка выбрала себе вот такой вот актимель. На, держи, ждёт уже. Сейчас тебе папа откроет. А Анюта взяла вот такой вот твикс. Вот. Взяли мы 2 батона на завтраке и 2 пакета молока. Вот. И ещё, кстати, эту покупку мы практически всю оплатили баллами. Мы очень давно их не списывали, так как мы заказываем всё в основном на доставку через приложение. Вот. А там невозможно списать баллы. То они у нас накопились. В районе там 300 рублей у нас где-то было. И большую часть, практически мы всё оплатили баллами. То есть мы сегодня сходили очень выгодно. Перемывала сейчас гору опять посуды, которая накопилась у нас. Вот. Освободилась у меня уже эта сковородка. Сейчас налила сюда воду. Поставила прокипятиться, потому что сейчас я буду в ней готовить. Вот. Мультиварку помыла. Сегодня на ночь опять поставлю молочную кашу. Вот. И буду сейчас готовить. У меня тут разморозилась уже курица. Вот. Придумаю, что буду готовить. Даже не знаю. Вот. Анюта тут ко мне пришла, показывает свой рисунок, который она сегодня рисовала в школе. Да? Что было за рисунок? Мы рисовали на ИЗО в баночке настроение какое-то. Покажи свою баночку, красивая. И у меня вот такая баночка. И у меня сегодня настроение было радостное. Но у нас так скоро зима, и поэтому у меня она немножко зимняя уже. А это что это такое? Арбуз, что ли, какой-то? Арбуз. Немного зимняя, немного летняя, да? Ну, да. Вот. Тут у меня немножко еще весеннее настроение осталось. Поэтому я нарисовала такой вот как... А ты чего больше хочешь, лето или зиму? Ну, я хочу зиму. Зиму уже хочешь? Чтобы елочка была, да, наряженная стояла дома? И подарочки. Точно. Вот такая красота. Они с папой сейчас там делают уроки, а я буду готовить. Молодцы. Ну, и тут еще я нарисовала еду, потому что я сейчас люблю покушать. Как мама, да? Все, ладно, иди давай делай уроки. Приготовила наше любимое блюдо. Это гороховый суп. Сейчас только что выключила плиту. Жду, когда у меня он остынет. Наверное, все-таки вынесу на балкон, чтобы быстрее остыло. Потом уберу в холодильник. И, конечно же, гречку по-купечески. У меня очень хорошо едят гречку дети. Посыпала сверху зеленью. Попозже можно перемешать будет, когда остынет она. И все. На дня два это точно у меня еда есть. Сейчас вечером хочу для своих родных приготовить пирог вкусный. Готовлю его очень часто. По-моему, он называется влажный пирог. Я не знаю, у него так такового названия нет. Снимала даже отдельный рецепт на YouTube канал. Можете посмотреть. Он один из самых популярных у меня там роликов. Вообще пирог без яиц, без любых молочных продуктов. Все, что есть у меня сейчас на столе, это нам все понадобится для этого пирога. Получается он влажным, бисквитным и очень-очень вкусным. Вот все ингредиенты, которые нам понадобятся. И вот последовательность действия. И также мне еще для помадки понадобится вот немножечко отдельно. Мне тут написано вот такие вот ингредиенты. Листочек заляпанный очень, потому что он у меня уже очень старенький. Готовлю очень часто. И еще, кстати, добавлю этот раз я в этот рецепт вот такой вот мак. Специально покупала с маком. Этот пирог получается даже вкуснее. Вот все буду делать. Потом вам покажу. Кстати, в этой духовке буду делать его первый раз. Не знаю, получится он у меня или нет. Будет видно. Все вам покажу. Вот такой вот пирог у меня получается. Выпекался в духовке где-то он у меня минут 20-25. Прям не больше. Вот все отстало от стенок. Отлично все выглядит. Все пропеклось. Проверила зубочисткой. Сейчас сделаю такие небольшие отверстия ножиком. Для того, чтобы помадка смогла хорошенько его пропитать. Вот у меня уже тут практически готова помадка. Сейчас я ее должна проварить до средней густоты. И сразу в жидком виде полить. Она застынет и будет такая шоколадная вкусная глазурь. И в принципе все. Пирог готов. Как бы я ни ставила сейчас пирог, все равно цвет не передает камера. Хочу вам, девчонки, в итоге показать, что у меня получилось. Пирог у меня уже практически остыл. Такая сковородка еле-еле теплая. Помадка, я смотрю, уже начала загустевать, застывать. И вот так вот он выглядит. В реальности он выглядит намного лучше. Прям в тысячу раз, я бы даже сказала. Нет такого вот отблеска от камеры и вот от этой панели. Потому что сейчас он блестит. Вот так вот, наверное. Вот так вот более он похож на реальный цвет. Такой какой-то прям, знаете, шоколадный. Такой темно-темный шоколад. Вот так вот. Ну, кто готовил, я думаю, знает, какой цвет у него. Вот пока я его разрезать не буду, потому что, когда соберутся пить чай, кому надо, тот будет его сразу разрезать. Ну, а я воздержусь, пожалуй. Как ребенок уплетает пирожок. Вкусно, что ли? Да. Посмотрите, она большой кусок съела практически. Говорит, я все съем, да? Да. Я ее разломала на кусочки, чтобы ей было удобно брать. Она вообще не особо любитель сладкого, да? Но я смотрю только так, за щеками трещит пирожок. Влажный получился. Аж залетает в рот. В orthовнома... Продолжение следует... Дальше. После летом strandки.